Государственная программа по реализации стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в год активных инвестиций и социального развития. Документ, созданный на основе мнения людей. Это подтверждается итогами общественного обсуждения, проводившегося с 3 по 15 января текущего года. Его характеру, полностью соответствующему принципу, не народ должен служить государственным органам, а государственные органы должны служить народу. Об этом в продолжении темы. В проекте госпрограммы на 2019-й год нашли отражение механизма воплощения в жизнь идеи установок, определенных президентом Узбекистана в посланию Али Мажлису, а также задачи, обозначенные в стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана. Все желающие смогли ознакомиться с проектом документа на веб-сайте 2019-strategy.us, специально запущенном Центром стратегии развития, и на портале САВАЗ. В ходе обсуждения было выдвинуто 4180 предложений. Мнения населения и экспертов были детально проанализированы в администрации президента, кабинете министров, в ответственных государственных органах и Центре стратегии развития. Показатели соответствующие. Концептуальные и актуальные предложения более 340 граждан были использованы для внесения поправок. Также на основе 30 предложений изменены формулировки в соответствующих пунктах. В некоторых случаях были добавлены новые параграфы. Атабек Бафоев по специальности экономист. В течение нескольких лет он наблюдал за состоянием рынков, изучал их особенности, отмечал недостатки. Однако его идеи долгое время не находили применения. Теперь его предложения по оптимизации работы базаров внесены в проект госпрограммы. Всем известна поговорка «Если хочешь изучить местность, направляйся на рынок». Исходя из этой народной мудрости, мы должны развивать наши базары. На многих рынках, расположенных в отдаленных регионах, не ведется точный учет. Нет электронных систем, продавцы не пользуются электронными устройствами. Мы должны привлекать инвесторов для того, чтобы развивать инфраструктуру вокруг базаров. Строить около них мини-банки, развлекательные центры. Но при этом нельзя допустить, чтобы наши базары потеряли свой национальный колорит, свою культуру. Именно это и привлекает в Узбекистан многих туристов. В государственной программе отражен механизм конкретных мер по открытию рынков, поставкам качественной продукции населению, обеспечению продовольственной безопасности. Сроком исполнения, направленных на это мер, определено 1 июля этого года. В госпрограмме обозначена еще одна благая инициатива. Теперь в структуре медицинских учреждений планируется организовать отделение хосписов. Данный опыт широко распространен в зарубежных странах. В них оказывают медицинскую, юридическую, а главное – духовную помощь потерявшим надежду тяжелым пациентам. Новость о том, что в стране будут организованы отделения хосписов, очень обрадовала многие организации, которые работают с инвалидами. Отделения хосписов существуют во многих странах мира почти везде. Они дают надежду пациентам, которые остались без нее теперь. И у нас появятся возможности для того, чтобы сотрудники хосписов заботились о тяжелобольных, помогали решать какие-то ежедневные проблемы, с которыми сталкиваются пациенты. В программе предусмотрены также меры по эффективному использованию пустующих территорий в медицинских учреждениях, имеющихся мест и материально-техническому оснащению хосписов. Таким образом, публичное обсуждение проекта государственной программы позволило выявить множество инициатив, выдвигаемых нашими соотечественниками, изучить их для того, чтобы наиболее полезные из этих предложений были включены в итоговый вариант этого важнейшего документа. По окончании обсуждения поступило более 4 180 комментариев, предложений. И это показывает все слои нашего населения небезразличны реформам, изменениям, которые происходят в нашей республике. Каждый день по окончанию рабочего дня эксперты центра обрабатывали поступившие предложения и комментарии и отдавали комиссию по реализации стратегии действий. И каждый день вносилось изменение той или иному пункту государственной программы. То есть это показывает, что граждане, которые активно участвовали в обсуждении проекта государственной программы, давали хорошие предложения, они отразились в государственной программе, которая была принята вчера президентом нашей страны. Сегодня всем должно быть понятно, что беспечность и безразличие к общественно значимым проблемам может стать препятствием на пути развития общества и страны в целом. Что касается граждан, о которых мы говорили выше, на их наглядном примере можно убедиться в том, что каждый из нас может внести свою лепту в системные перемены посредством своих предложений, идей, которые улучшают нашу жизнь, укрепляют благополучие общества и обеспечивают процветание нашей Родины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова